Проведение на Среднем Урале Менделеевского съезда крупнейшего научного форума по химии согласуется со стратегией развития региона. Об этом сказал губернатор Свердловской области Евгений Куевышев на встрече с вице-президентом Российской Академии Наук, председателем Уральского отделения РАН Валерием Чарушиным. Губернатор подчеркнул, что проведение форума согласуется со стратегией развития нашего региона, в которой обозначено развитие научной и инженерной школы одним из приоритетов. Проведение подобных форумов самым положительным образом связывается на развитии науки, образования и реализации нашей действительной программы. Напомним, Российская Академия Наук, оценив усилия губернатора по возрождению Уральской инженерной школы, выступила с инициативой проведения крупнейшего международного мероприятия в сфере химии в Свердловской области. Предложение о проведении в столице Урала в 2016 году юбилейного 20-го Менделеевского съезда по общей прикладной химии главе региона направил президент Российской Академии Наук академик Владимир Фортов. Уже сейчас определен состав организационного комитета съезда. Проводится активная работа по разработке и формированию научной и деловой программы мероприятия. Форум открыт для всех, и ученые из европейских стран, и из США. Сегодня разосланы приглашения уже около 10 ведущим ученым, Нобелевским лауреатам. Глава Уральского отделения Российской Академии Наук подчеркнул, что Менделеевский съезд 2016 будет особо направлен на укрепление взаимодействия российской химической науки с научным потенциалом стран БРИКС. Приглашены в оргкомитет, в программный комитет ведущий профессор химический из Южно-Африканской республики. Это женщина. Приглашен профессор Чу, который является президентом Пекинского университета. Ожидается, что в юбилейном съезде химиков примет участие почти 2500 человек, порядка 300 иностранных ученых, выдающиеся представители российской науки, руководители российских и зарубежных компаний. Юбилейный съезд пройдет в период с 26 по 30 сентября следующего года на площадке Екатеринбург-экспо. Отметим, Менделеевский съезд – очень важное событие в мире науки, которое происходит раз в пять лет. Первый такой съезд состоялся в России в 1907 году, но еще ни разу не проходил на Урале. В рамках съездов традиционно демонстрируются достижения мировой и отечественной химической науки в таких отраслях, как методология химического синтеза, наноматериалы, биомолекулярная химия, молекулярная электроника и других. Съезд является уникальной площадкой для дискуссий представителей науки и промышленности. Губернатор отметил, что необходимо очень серьезно подойти к подготовке этого значимого мероприятия, чтобы продемонстрировать мировому научному сообществу потенциал научной школы нашего региона. Он выразил уверенность, что Уральский федеральный университет сможет продемонстрировать свои возможности в этой сфере светилом химии, а для уральских студентов и старшеклассников станет важным стимулом для того, чтобы сказать свое слово в науке. Также на встрече обсуждался вопрос о поддержке молодого научного потенциала региона. Мы сегодня ведем застройку района Академический. И в этом году сданы в эксплуатацию несколько жилых домов, в том числе жилой дом для молодых ученых 101-квартирный. Такое внимание к развитию науки в регионе обусловлено ее неотделимостью от индустриального развития наших предприятий и внедрения инноваций. Сейчас те артемовцы, которые только начинают свой путь в освоении технических специальностей, изучают предмет естественно-научного цикла, еще не задумываются всерьез об исследовательской деятельности. Это вполне понятно, ведь престиж ученых в нашей стране несколько упал, многие покинули пределы своей родины. Однако сейчас мы видим совершенно иную картину. Немало ученых возвращается назад. Им предоставляются условия для ведения своих исследований, которые в конечном счете идут на благо России. Нужно напомнить артемовским школьникам и студентам, что некоторые открытия были сделаны их сверстниками, которые в последующем стали знаменитыми учеными. Поэтому не стоит опасаться, что их таланты трудолюбия не будут востребованы в научной среде. Продолжение следует...